Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я хочу рассказать вам о таком опасном вредителе, как паутинный клещ. Если на ваших огурцах, либо других растениях, например, томатах, перцах, сохнут листья, растения чахнут на глазах, а проблему определить вы не можете, вероятная причина такого состояния угнетенного растений – это паутинный клещ. Паутинный клещ – это не насекомое, а паукообразное. Это крайне мелкий вредитель, размером всего около миллиметра, и заметить его невооруженным глазом практически невозможно. Из-за своих крохотных размеров вредитель остается долго незамеченным на растениях, причиняя им огромный урон. Он высасывает соки из растения, и растения выглядят угнетенными. Определить наличие вредителя можно с помощью определенных симптомов. Если вы заметили на обратной стороне листа небольшую паутинку, листья белеют, покрываются меленькими-беленькими пятнышками, а затем сохнут все листья, наверняка это и есть паутинный клещ. Чаще всего паутинный клещ поражает растения в теплицах, однако при теплой, сухой погоде может поражать растения и в открытом грунте. Он выпивает сок из стеблей и листьев растений, и растения в итоге могут совсем погибнуть, либо снизится урожайность просто в разы, и вы получите минимальный урожай, если не предпринимать никаких мер борьбы. Так как паутинный клещ – это паукообразное, то и препараты против обычных насекомых вредителей для борьбы с клещом совершенно не подходят. Обработки будут неэффективны, и вредитель будет множиться и убивать растения. Против клеща нужно применять различные акарициды. Только в этом случае клещ будет погибать. Многие советуют для обработки от клеща различные народные методы, однако я скажу, что ни один народный метод от клеща не поможет. Такие обработки неэффективны, от слова совсем неэффективны. Поэтому против клеща нужно применять акарициды биологического действия, либо химического. Сейчас немножко расскажу про обработки. Обрабатывать растения от паутинного клеща нужно каждые 5-7 дней не менее 4-5 раз за сезон. Каждая обработка должна проводиться препаратом с другим действующим веществом, иначе у клеща выработается привыкание к определенному отравляющему веществу, он приобретет иммунитет и просто популяция не будет погибать. Также не стоит смешивать сразу два препарата с разными действующими веществами для обработки. Да, действительно, первая популяция клеща от такой обработки очень сильно пострадает. Погибнут практически все вредители. Но те вредители, которые выживут, приобретут иммунитет сразу же к двум отравляющим веществам. И следующее поколение будет крайне устойчиво к различным обработкам. Поэтому лучше применять для обработки одно действующее вещество, а через 5-7 дней второе. В рабочие растворы лучше всего добавить прилипатель. Ведь после дождя раствор может смыться. С прилипателем он продержится на листьях растений гораздо дольше. Существуют различные химические и биологические препараты от клеща. Например, это препараты на основе серы, тиовиджет, либо ПФК Лерос. Вот последний препарат мне очень нравится. Он не фитотоксичен. После обработки растений урожай можно уже употреблять через несколько дней. Эффективен такой препарат, нужно отметить, что не только против клеща, но и против мучнистой росы, которая также может нападать на наше растение. Особенно могут пострадать от мучнистой росы наши огурцы. Поэтому ПФК Лерос очень эффективен и от вредителей, и от заболеваний. Существуют также и биологические препараты. Такие как битоксибацилин, фитоверм, энтолек и различные другие. Биопрепараты также эффективны против клеща. Особенно мне нравится препарат энтолек. Про препарат энтолек я уже рассказывал ранее. У нас был ролик на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылочка под роликом в описании. Этот препарат эффективен не только против клеща паутинного и других клещей. Еще он эффективен против белокрылки, которая также очень часто повреждает наше растение в теплицах. Поэтому всем рекомендую использовать для обработки своих растений такой препарат. Чтобы не допустить вредителя в свой огород, обязательно приобретайте посадочный материал у проверенных производителей. Ведь многие заносят данного вредителя к себе на участок именно через рассаду. Через некачественный посадочный материал. Всегда будьте внимательны при покупке растений. Обращайте внимание на здоровье листьев на признаки поражения паутинным клещом. Очень часто вредитель распространяется, если не соблюдать все в оборот. Если не проводится обработка теплицы и почвы в ней. Поэтому также не пренебрегайте данными мерами профилактики от паутинного клеща. Обязательно внимательно осмотрите свои растения в теплице и на улице. И если вы увидели первые признаки поражения вредителям, то немедленно приступайте к обработке. Ведь если ничего не делать, то урожая вы попросту не увидите. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!